Всем привет! Сегодня хочется поделиться опытом, как выбирать и внедрять платную подписку в социальных сетях, а также какими инструментами пользоваться и показать на своем примере, как это делаем мы. Немного про себя. Меня зовут Юра. Я сейчас в роли CPO-монетизации в компании Fancorp. Мы делаем развлекательные соцсети на рынок США с мемами, с видео. И я уже более 15 лет занимаюсь рекламой с разных сторон, как специалист по закупке трафика платного, как менеджер по разработке платформы MyTarget, ныне это ВК-реклама, и сейчас как паблишер со стороны мобильных приложений. Немного про наш флагманский продукт. Это iFunny. Развлекательная соцсеть. Сдал более миллиона пользователей. И зарабатываем ее в основном с рекламы. И вот недавно в этом году внедрили подписку платную. И хочу рассказать, как мы это делали. Сейчас покажу демо подписки. Она уже в продакшене, чтобы вы понимали, как это выглядит. Открываем приложение. По сути, это лента контента и видео с рекламой. И что мы видим? Мы видим точку входа. На нее нажимаем, и перед нами Paywall. С предложениями. Мы сразу видим фичи. Нажимаем, листаем, смотрим, что они означают. У нас есть три типа подписок. Два тарифа плюс и бэйсик. Без отключения рекламы. Допустим, возьмем недельную. И подпишемся на неделю. Отписались. Отлично. Попадаем на страницу уже моего премиума. Здесь мы можем поменять иконки. Здесь поменять бейдж профайлы. И какой-то никнейм Color сделать себе. Окей. Как вообще начинать делать свою платную подписку? В первую очередь мы начали смотреть на рынок, на наши конкуренты в соцсети, либо популярные мессенджеры. И посмотрели их долю платных подписчиков. Очень хочется, конечно, попасть в 6% с подписчиками, как у Дискорда. Посмотрев на эти цифры, мы приступаем к шагу 1. Вообще оцениваем, стоит ли игра свечи, сколько мы заработаем примерно, сколько примерно должна стоимость подписки быть, чтобы это было нам выгодно. Тут, на самом деле, ничего сложного мы взяли, просто в Excel-ке примерно посчитали. Давайте переключусь, покажу, как это выглядит. Открываем наш Google Doc и пытаемся понять, какая цена, возможно, оценочная. В данном случае, в первую очередь, мы смотрели на конкурентов, на социальные сети, а также на YouTube, на Netflix и смотрели на цены по США. И пообщавшись с людьми, мы поняли, что больше 8 долларов эта стоимость уже психологически неоправданна. То есть пользователи говорят, что я не готов платить за ваш продукт больше, чем за Netflix. Мы ее взяли за основу. Рассчитали годовую, как умножим на 10, недельную, как разделить на 3. Отлично. Также у нас есть месячный заработок от высокоактивных пользователей, тех, кто смотрит именно рекламу, сколько мы сейчас зарабатываем с пользователем. И теперь смотрим, при каких конверсиях нам вообще выгодно вводить эту подписку. Может быть, игра не стоит свеч. И была договоренность с руководством, что нам нужно показать прирост дохода не меньше 10% от общей выручки. Смотрим, что у нас здесь. Допустим, мы берем 1% конверсии. И так же, как, допустим, в Reddit. Добавляем цифры в МАУ. Пусть это будет 100 тысяч. Высчитываем количество подписчиков. Важно учесть также каннибализацию рекламы. То, что подписчики перестанут смотреть рекламу. И получается, что при 1% конверсии в подписку у нас получается 4% прирост дохода. Это маловато. Поэтому изначально мы целимся в 2,5%. Это и будет та цифра в 10% прирост. В вашем случае может быть что угодно. Другие цифры вы хотите больше. Но мы примерно сориентировались так. И теперь посмотрели на конкурентов. Да, в целом это чуть-чуть выше, чем у Twitter. Но достижимы. И на этом договорились. Теперь двигаемся дальше. Шаг 2. Какие же фичи нам делать? Первое, мы можем интуитивно сами решить, какую функциональность мы хотим добавить. Но также хорошо опросить пользователей. Просто количественно дать самым важным для нас пользователей просто опросники. Можно Google формы. и спросить, что они хотят видеть в премиум-версии. После этого, когда мы собрали какой-то список короткий, мы должны удостовериться, что действительно важно им. И тут уже включается количественный опрос. Плава богу, у нас в нашем продукте есть возможность делать количественные опросы, как вот на экране появляется просто поп-ап с вопросом, вам интересна эта функциональность, либо нет. И отранжировав это, выбрав какой-то рейтинг, мы на самом деле должны еще нормировать это относительно дороговизны разработки. И на самом деле в нашем примере мы убрали функциональность расширенную аналитику, потому что ее делать около полутора месяцев. И это достаточно дорого и долго. Все, выбрали функциональность, выбрали фичи. И третий шаг – это собрать команду. Мы вначале разрабатывали это на платформе iOS и собрали команду из iOS-разработчика, backend-разработчика, QA-тестировщика и Product Manager. И это примерно у нас заняла разработка полтора месяца, еще два месяца АБ-теста. И я покажу далее, почему так долго получилось. Итак, команда стартанула разработку. В это время у нас есть возможность проверить еще раз, правильно ли мы цены выбрали. На самом деле мы не знаем, то есть мы в финансовом планировании выбирали его минимальную адекватную стоимость для нас, а может быть она слишком велика или слишком мала. И мы знаем, что исследование цен через КАЗДЕФ – это не рабочая история, потому что пользователи на вопросы о деньгах всегда отвечают неправильно. Поэтому мы решили протестировать эластичность цены, так называемая, пока разрабатывает сама подписка. И что мы сделали? Мы запустили просто баннеры с разными ценами на разную аудиторию. И когда пользователи нажимали на эти баннеры, они попадали на страницу «Спасибо за интерес». И мы предположили, что самая высокая кликабельность, то есть CTR, будет коррелировать с нашей будущей конверсией. И выиграл средний вариант, мы его и взяли за истину. Дальше мы разработали, открыли на 5% пользователей, чтобы собрать ошибки и отзывы. И прежде чем предоставить это на более широкую аудиторию, мы решили проверить все-таки ценность самой функциональности отключения рекламы. И мы запустили на самом деле один и тот же Paywall, но они чуть-чуть отличались. То есть один тариф был без отключения рекламы, а другой с отключением, но по одинаковой цене. И получили, что конверсия тарифа с отключением рекламы выше, но на самом деле не кардинально. И в итоге мы решили на ходу сделать сразу же два тарифа для всех пользователей. И сейчас это приносит нам 20% дополнительных клиентов, те, кто купили базовый тариф без отключения рекламы. Очень важно акцентироваться на точках входа, либо онбордингах, потому что пользователи ленивые часто принимают спонтанные решения о покупке подписки, особенно в социальных сетях. И одна из точек входа, такая как сохранение видео, произвела на самом деле фурор по конверсиям. 30% подписок приходит именно с этой точки входа, то есть пользователь хочет сохранить видео, и за это ему нужно заплатить. И он в моменте готов это сделать. И на самом деле далее мы раскатили уже на 100% аудитории нашу подписку. Как видно на графике, мы до сих пор не вышли на плату подписок спустя пару месяцев, и количество подписчиков постоянно увеличивается. Казалось бы, все, можно уходить и собирать деньги, но нет. Это только часть пути, на самом деле. Дальше идет большая кропотливая работа. Она состоит в первую очередь, особенно на старте, из привлечения новых подписчиков. То есть мы в первую очередь начали добавлять новые точки входа после увиденного успеха с сохранением видео. Мы сейчас в разработке, у нас уже две точки входа, одна с нижним баннером, hide ads, а вторая также мы даем сохранить пользователю картинку, уже не видео, а картинку, без ватермарка, без подписи. Тем самым пользователи могут потом в будущем куда-то в другую социальную сеть загрузить этот мем, например, это видео, и порадовать своих подписчиков. Следующий шаг, на самом деле очень важный, это повышение ценности подписки. То есть мы должны постоянно об этом думать. Что еще, какую функциональность можно дать пользователям. И у нас уже есть бэклоги в разработке, новые фичи. Первое, это мы добавляем внешние ссылки из профиля, сейчас их нет, и для подписчиков будет возможность добавить ссылку на свою другую социальную сеть, либо на свой профайл, либо на какой-то магазин. И сейчас вторая за ней идет функциональность папки в коллекциях. То есть у нас по умолчанию, когда ты можешь сохранить свою папку, какой-то мем, либо видео, у тебя не более трех папочек. И если ты хочешь четвертую, то подпишись на платную премиум подписку, и у тебя будет бесконечное их количество. На самом деле ситуация с повышением ценности, она везде работает. И у меня была такая же ситуация, что недавно Telegram твой премиум добавил возможность добавлять теги в избранную, в папку избранную. Я там сортирую очень много всего, и когда они добавили функциональность, это по сути было последним триггером, толчком к покупке премиума. Следующий шаг. Работаем с дизайном Paywall, да, и с типами подписок по времени. То есть кому-то может подойти недельная, кому-то месячная, кому-то трехмесячная. И вы должны определить, какая из подписок вам больше всего приносит денег. Когда вы определили, вы уже можете делать АБ-тесты. Также с дизайном Paywall вы можете добавить какие-то отзывы туда, вы можете немножечко перевестать страницу. И на самом деле по рынку я смотрю, и ребята эксперты говорят, что 20-30% конверсии в подписку с Paywall можно сделать, можно увеличить. И на самом деле, как работать с этим, но здесь есть три варианта. Делать постепенно АБ-тесты, проходить ревью стооров. Но это долго по времени. То есть по сути, вместо двух месяцев АБ-теста, вы будете заниматься этим шесть месяцев. Это не очень хорошо. Поэтому есть другие варианты. Сделать свою инхаус-технологию, которая позволяет быстро тестировать ваше Paywall без прохождения ревью-сторов в iOS или в Android. А также третий вариант – не пилить свою, а воспользоваться внешними платформами для этих АБ-тестов. На самом деле, вы устанавливаете SDK у себя в приложении и смотрите аналитику там и делаете АБ-тесты Paywall. И на самом деле, этот рынок большой. Есть лидеры на нем. Это Adapti, это Purchase.ly, это RevenueCat. Давайте я просто покажу вам пример, как это выглядит. Рассмотрим внешнюю платформу, которая позволяет нам делать АБ-тесты и модернизировать Paywall'ы автоматически. Что у нас здесь есть? Здесь на самом деле есть аналитика. То есть мы как раз-таки через нее понимаем, какие у нас типы подписок, месячные, недельные или годовые, больше нам приносят дохода. В целом, эта аналитика несложно собирается и внутри. Здесь уже есть интерфейс. Что самое интересное, здесь это NoCodeBuilder, когда мы сами просто через интерфейс создаем разные вариации нашего Paywall'а без выкатки в Store, без Review. И в этом на самом деле основное преимущество. Также здесь есть таргетинги. То есть мы можем на определенный регион, на определенную страну показывать разные Paywall'ы, включая показ разных цен. И это достаточно удобно. Причем минус, что действительно нужно интегрировать SDK. и это может занять больше времени, может быть столько же, сколько создание своей платформы. Это уже нужно решать самому. Ну, есть еще куча подобных сервисов, которые позволяют это делать. Выбор за вами. Мы, например, сейчас как раз оцениваем, что лучше делать, интегрировать систему или же делать самому. Мы сделали три основные вещи после раскатки нашей подписки. И теперь можно, когда у вас уже низковещащие плоды сорваны и уже накопилась база отписавшихся, те, кто попробовали вашу подписку, можно и нужно работать на удержание и возврат пользователей. А именно делать триггерные предложения какими-то скидками. И приведу пару примеров с триггером. Вы можете трекать автоматическое продление, отключение автоматического продления у пользователей. И за час, за сутки до окончания подписки предлагать ему какую-то скидку либо какой-то реальный период. Можно это показывать в пуш-уведомлении, можно прямо внутри продукта. А также неплохо работает история, когда у пользователя истек срок подписки, он отключился и через три дня, допустим, показывать скидку на эту подписку. И на самом деле мы так и сделали. Мы сейчас предлагаем на третий день скидку на первые три месяца. со всеми дизайнами и пейволами также можно вдохновиться внешние сервисы. TheUpFunnel.com хороший сервис, там есть на что посмотреться. Это как раз слово о насмотренности пейволов и ваших идей на будущее. Ну и последнее, что хочу затронуть, это апсейв подписки, то есть когда пользователь покупает вашу основную подписку, вы также можете допродать что-то, допустим, какую-то уникальную PDF-ку с мемами, если мы говорим про наш продукт. А также можете поработать с апгрейдом подписки после того, как поняли, какая из временных подписок вам приносит больший доход, вы можете предлагать пользователям переходить, допустим, с недельной на годовую подписки. И хочу сейчас приступить к истории неуспехов, то есть даже крупные игроки, они постоянно тестируют и у них тоже могут быть ошибки. И я вспоминаю сразу же подарки от Фейсбука, когда они запустили этот сервис. Он на самом деле прожил всего лишь два года, потому что пользователи не воспринимали идею с энтузиазмом и по сути сервис не был популярным и им пришлось просто его закрыть. Потому что он что-то приносил, но совсем немного. Поддержка его стоила дороже. У снапчата была хорошая история. Они попытались монетизировать свои популярные фильтры и линзы. То есть уже было огромное количество аудитории, они пользовались бесплатно этими фильтрами, но ребята решили добавить новых платных и более того они бесплатные фильтры засунули под платную подписку. Это вызвало негативную реакцию, снижение интереса у пользователей и ребята из снапчата тоже это закрыли. И еще примерчик это про IGTV и в Инстаграме. Ребята запустили вообще отдельное приложение для длинных видео и хотели как раз монетизировать его через платные подписки и рекламу, но здесь была фундаментальная ошибка на самом деле, что пользователи уже привыкли к короткому формату видео и не перетекли в это приложение и она по сути не смогла предложить уникальный интересный контент и в итоге закрылась. И немного про выводы. Вы должны оценить на старте модель монетизации, посмотрите обязательно конкурентов рынок и слушайте себя и пользователей и на самом деле монетизация это отдельная полноценная команда и вы должны думать в основном с этой точки зрения и когда заработаете больше денег и сделаете пользователей лучше. Вперед, дерзайте и спасибо вам. До новых встреч.